Здравствуйте, уважаемые зрители! На канале День вновь прямой эфир, и сегодня у нас в студии известный политолог, системный аналитик Ростислав Ищенко. Добрый день. Ростислав, сегодня произошло, на наш взгляд, знаменательное событие. Объявлено о создании Союза Добровольцев России. Александр Бородай сегодня провел пресс-конференцию. Что, на ваш взгляд, значит это событие, и какую роль в общественной жизни России будет играть эта организация и иные организации, подобные ей? Ну, вообще-то, насколько я понимаю, попытки какого-то объединения и влияния, в том числе, на политику Российской Федерации добровольцами, которые воевали в Донбассе, уже предпринимались. С моей точки зрения, в данном случае, если учитывать позиции, из которых выступал Бородай до этого, можно говорить о достаточно конструктивном политическом объединении. То есть можно предполагать, что данная структура будет помогать российским властям, помогать властям Донбасса, реализовывать политику, которая на данный момент, в общем-то, достаточно успешно проводится на Донбассе России. То есть Союз Добровольцев России будет влиять позитивно, и его эффект интегрирующий. А вот 24 года назад начало происходить то, что впоследствии президент Путин обозначил как величайшую геополитическую катастрофу, распад Советского Союза. 24 года назад было объявлено о так называемой независимой Украине. Вот что за это время произошло с вашей точки зрения? Что потеряло Украину, ее жителей? А может быть, что-то приобрела? Ну, за 24 года прошло 24 года. Совершенно точно за это время Украина ничего не приобрела, потому что если самым выдающимся патриотам, самым выдающимся украинским националистам задают вопрос, а что, собственно, хорошего получила Украина в течение этих 24 лет, они сейчас отвечают, независимость. То есть больше ничего хорошего не произошло. Все остальное, собственно, только плохое. Я даже не буду говорить о том, в каком состоянии находится то, что когда-то называлось экономикой Украины сегодня. Даже не буду обращать внимание на гражданскую войну, которая там сейчас идет, на то, что от уровня 1991 года экономического развития Украины отстала навсегда. Но просто давайте посмотрим, что произошло в момент объявления независимости. Все еще было хорошо. Формально появилось крупное европейское государство с более чем 50 миллионами населения, с 52 с лишним. С самой крупной из бывших республик ССР армии, самой боеспособной, потому что на территории Украины была сосредоточена миллионная группировка советской армии с ядерным оружием, с экономическим потенциалом, в котором она входила в первую десятку. Вроде бы все хорошо. Но на самом деле уже в момент провозглашения независимости Украина потеряла те же самые нефть и газ в Тюмени. Это уже чистые потери. Украина потеряла те же самые якутские алмазы и золото. Украина потеряла рыбное промысло Охотского моря. Украина много чего потеряла. Потеряла огромную территорию до самого Северного Ледовитого и до Тихого океана. Потому что по большому счету граждане Украины были точно таким же государствообразующим народом, как и все остальные. И следовательно, в тот момент, когда территория страны сократилась, население страны сократилось, это были чистые потери. Все остальное потом уже зависело от разумности или эффективности политики, от адекватности политиков, которые формулировали Украину на протяжении вот этих четырех лет независимости. Да, наверное, теоретически Украина могла состояться как государство. И даже, в общем-то, ее граждане могли, наверное, относительно неплохо жить, при условии, что к власти пришла бы не столь неадекватная, а просто насквозь грабительская элита. Но, опять-таки, возникает вопрос, а могла ли прийти к власти другая элита в государстве, которая создавалась таким образом, как создавалась тогдашняя Украина, когда просто вырезались административные границы, и фактически несуществующая нация называлась по названию выкраимого государства. То есть в такой ситуации, понятно, что к независимости могли стремиться те, кто от этой независимости получал конкретную личную выгоду. Ну и понятно, допустим, что не только донецкие шахтеры, но и львовские таксисты никакой личной выгоды от независимости не получали. Получали только те, кто реально имел доступ к государственной собственности, кто мог ее приватизировать в свою пользу, и кто мог начать разграбление государства, не обращая внимания на союзный центр. Вот, собственно, только для этого независимости была нужна украинская правящая элита. Больше она ей, украинской элите, она тоже больше ничего не давала, потому что они из представителей элиты сверхдержавы становились элитой такого достаточно крупного, но все-таки второстепенного, а то и третестепенного государства. Но за возможность пограбить они были согласны на такое понижение собственного статуса. А вот, Ростислав, 24 года создавалось это государственное образование, в своем роде Франкенштейн, и сегодня мы стоим, многие говорят эксперты об этом, на пороге войны. Вот читатели, зрители наши спрашивают, какова вероятность того, что Украина все-таки начнет военные действия, фактически объявляя тем самым войну, и войну фактически России. И каковы шансы, что будет официально объявлена война России, даже вот такие уточнения есть? Ну, то, что Украина начнет боевые действия, шансы достаточно высоки, потому что в этом заинтересованы Соединенные Штаты, которые контролируют украинскую элиту, которые, собственно, для того и заходили на Украину, чтобы Россия начала на украинской территории воевать. И последние полтора года они прилагают к этому гигантские усилия. Кроме того, украинской элите некуда деваться, и тоже необходима война. Они, конечно, боятся воевать, потому что понимают, что практически тут же им гарантирован очередной разгром. Но, с другой стороны, и не воевать они не могут, потому что... Я уже даже не буду говорить о тех нацистах, которые хотят воевать, и которые, собственно, являются силовой опорой режима. Но на данный момент сосредоточена почти 100-тысячная армия в Донбассе. Эту армию надо поить, кормить, постоянно держать в поле и так далее. Зачем? То есть, а после этого что сделать? Вот если сейчас не начать боевые действия, то ее скоро надо отводить на зимние квартиры. Скоро начнется сезон дождей. И в следующий раз можно будет начать воевать где-то в январе, когда земля подмерзнет. Если подмерзнет, потому что Донбасс находится на юге, это не зона вечной мерзлоты, там заморозки могут и не наступить всю зиму. Зачем тратить деньги на 100-тысячную группировку в поле? Потом она начнет разлагаться, она и так разлагается. Пьянство, да? Пьянство это еще самое безобидное, что может происходить, потому что они будут тоже спрашивать, что мы здесь сидим, и говорить, нас предали. Мы сейчас могли захватить Донбасс, а нас предали, нам не дали команду. Слили. Да, и так далее, и так далее, и так далее. И они же сейчас уже говорят в своих интервью, что мы бы пошли на Киев. У нас тут все готовы пойти на Киев, но боимся, что наши позиции займет российская армия. Но вот если они поймут, что их позиции там никто не займет, или что их все равно уже слили, у них просто не будет другого выхода, как реализовать свою мечту о походе на Киев. Это надо украинскому правительству? Нет, не надо. Значительно проще все это барахло утилизировать в ходе очередного этапа боевых действий. Конечно, есть проблема, можно потерять какой-то кусок территории, можно даже Киев потерять. Но все-таки у украинских властей есть надежда, что друзья из Соединенных Штатов, из Парижа, из Берлина, в очередной раз договорятся где-нибудь, остановят очередную волну наступления, и все будет хорошо. Тем более, если более или менее квалифицированно оценивать ситуацию, то в Киеве тоже не могут не понимать, что ополчение недостаточно многочислено для того, чтобы занять всю территорию Украины в течение какого-то короткого промежутка времени. И вряд ли оно будет иметь возможность резко нарастить свою численность. Кроме того, оно не располагает достаточными административными возможностями для установления контроля. Следовательно, установление военного политического контроля над покидаемыми украинскими властами территории должна принять на себя Россию. А для России это, в общем-то, огромное, я бы сказал, стратегическое внешнеполитическое поражение. Потому что, если она вдруг оказывается перед необходимостью фактически содержать 40 миллионов населения дополнительно, но в России всего 140, это не миллиард, как в Китае, а всего 140. То есть это еще на четверть больше, причем это же страна сейчас без экономики. Значит, то есть фактически она находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Одно дело посылать гуманитарные конвои в Донбасс, где осталось 2 миллиона населения. Другое дело таким же образом содержать 40 миллионов населения. Кроме того, ведь никуда же не денутся эти бандиты с танками, которые сейчас находятся на фронте. Ну, кто-то разойдется по домам, а кто-то из мотивированных, а это все-таки не один человек и не тысяча, речь идет о десятках тысяч людей. Они будут воевать, по схронам прятаться, но воевать. А это еще, так сказать, проблемы не только гробов, которые пойдут в российские семьи. Потому что, ну ладно, там можно считать, что за счет значительного качественного и технического перевеса не так много потеряет армия. Но это же еще тоже проблема содержания огромной группировки. Ведь для того, чтобы контролировать просто территорию Украины, я не говорю, там на ней с кем-то воевать, каких-то партизан ловить, но надо порядка 150 тысяч человек, армия. Только для Крыма 25 тысяч сейчас содержит Россию, а вся Украина значительно больше. То есть это связывание практически всех свободных российских ресурсов, после чего Соединенные Штаты могут совершенно спокойно зажигать очередной пожар где-нибудь там в Армении, в Тиргизии, где угодно, на российской границе. И на следующий ответ у России просто уже сил не хватит. Поэтому, если в Киеве достаточно адекватно оценивают ситуацию, или если им их американские друзья расскажут, то в принципе между опасностью военного поражения и опасностью бездействия они должны выбрать все-таки опасность военного поражения. То есть они должны начать активную фазу боевых действий. Еще раз подчеркну, это в интересах украинских нацистов, которые составляют силовую опору режима, это в интересах Соединенных Штатов, которые этот режим привели к власти и патронируют. Это в общем-то в интересах самого режима, потому что опасностей в случае начала боевых действий перед ним значительно меньше, чем в случае, если он их не начинает. А вот вопрос с этим, Ростислав, одним из пунктов, краеугольным может быть, пунктом минских соглашений является всеобъемлющая конституционная реформа. В предложениях, которые Народные Республики отправили в Киев, значится внеблоковый статус Украины. Как вы считаете, вот заокеанские хозяева, хунты, могут ли теоретически пойти на такой вот компромисс, внеблоковый статус, фактическое признание конфедерации на Украине, или это исключено? Они будут пытаться разрушить Россию с помощью Украины? Ну, во-первых, они пытаются разрушить Россию не только с помощью Украины. То есть, не начали пытаться это делать раньше, чем начался украинский кризис. Я думаю, что у них еще хватит здоровья продолжать это делать после того, как украинский кризис закончится. Хотя для них, конечно, поражение на Украине будет очень серьезным, наверное, самым серьезным за последние 10 лет. Они вообще не могут пойти на компромисс. Нет, ни на какой Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты на момент начала этого кризиса были мировым гегемоном. Они выбрали площадку, на которой они собрались воевать с Россией. Они выбрали время, в которое они собрались воевать с Россией. Они выбрали способ ведения боевых действий, такую вот гибридную войну. Они начали этот процесс, начали в том числе и на Украине, начали украинский кризис. С целью разрушения России. Если после этого они не только не добиваются разрушения России, но идя на компромисс на Украине, фиксируют тем самым свое поражение, они подписывают приговор своим планом сохраниться в качестве мирового гегемона. То есть после этого все американские союзники на них смотрят. Те же самые, кстати, европейцы. Потому что других, по-моему, у них уже в мире не осталось. И говорят, дорогие друзья, вы нас втравили в это дело. Мы понесли огромные материальные потери. Мы получили Сомали на своих границах в виде Украины. Получили какой-то ублюдочный фашинский режим, который мы в течение года поддерживали, делая вид, что не понимаем, что там происходит. Мы понесли моральные потери, мы понесли политические потери. И все это ради того, чтобы через полтора года вы пошли на компромисс и вернулись к тому, с чего начинали, да? И зачем все это было? И, естественно, в следующий раз мобилизовать своих союзников, свою поддержку Соединенным Штатам будет уже очень трудно. Они и так сейчас пищат и плачут, бедные европейцы. Поэтому для Соединенных Штатов компромисс – это фиксация своего поражения. Но поэтому ни на какие компромиссы они не идут. Европу компромисс устраивает. Потому что для Европы нужна стабилизация Украины. Какой там будет режим, так вот китайскую власть, им вообще все равно. Главное, чтобы все было нормально и транзит через Украину продолжался. Для России компромисс устраивает, потому что в конечном итоге она получает свободное пространство для игры на Украине. А восстанавливать государство украинское тогда надо общими усилиями. Причем можно будет стимулировать к этому Европу, потому что европейцам будут говорить, ребята, мы не знаем. Но поскольку там на Украине махновщина, то надо с этим как-то что-то лишать. Надо туда какие-то деньги закачивать, потому что они же будут взрывать те наши газопроводы, по которым газ идет к вам. Россия этот компромисс тоже устраивает, а Соединенные Штаты уникак не устраивает. Поэтому Россия и Европа ведут переговоры в Минске, а Соединенные Штаты пытаются этот процесс сорвать усилиями Киева. И пока не безуспешно. А вот, кстати, насчет Минска. Недавно Порошенко, Меркель и Франца Оланд встретились без Владимира Путина в Берлине. Что это? Новый нормандский формат? Тем более, что в Польше совершеннейшая шизофрения президента заявляет, что нужен новый формат. Министр иностранных дел его отдергивает. Вот что это за свистопляска? Ну, вы понимаете, давайте посмотрим, когда Порошенко отправился в Берлин, в встречу с Меркелью. Он отправился в тот момент, когда Украина сосредоточила в Донбассе крупную войсковую группировку и начала террористически обстрелывать городов, причем сильнейшие за все время конфликта. То есть наступательные планы Киева стали очевидны. И точно так же было очевидно, что если что-то случится, Европе будет очень трудно сделать вид, что они ничего не видели, ничего не знали, и что опять Россия во всем виновата. Потому что если предположить, что Порошенко перешел в наступление, европейцы говорят, ребята, вы гарантировали, да, вы просили Минск и все остальное, вы гарантируете, что он себя будет хорошо вести. Видите, он воюет. Давайте поработайте с ним, скажите ему что-то. Если Порошенко в наступление не переходит, но усиливает артиллерийский режим, артиллерийский нажим, артиллерийское наступление на Донецк, рано или поздно масштабы разрушения жертв возрастают настолько, что Россия совершенно спокойно может поднять авиацию, уничтожить его батареи. Не переходя границу. Просто потому, что в данной ситуации идет речь об уничтожении огромного количества мирных жителей. И тоже Париж и Берлин не смогут закрыть на это глаза. Поэтому они пригласили к себе Порошенко. Сказали ему, дорогой Петр Алексеевич, надо Минск соблюдать. Мы не для того с тобой возились, чтобы ты сейчас здесь своевольничал. Мы договаривались в Минске, мы заинтересованы в том, чтобы это соблюдалось. И поэтому Петр Алексеевич вышел под микрофон и сказал, Минску альтернативы нет. Будем соблюдать Минск, все у нас будет хорошо. Я понимаю, что он приехал назад в Киев, тут же сказал, что ничего не будет. Но там он выполнил то, чего от него требовалось. И для этого не надо было приезжать в Берлин Путину. Это не Путин принимал на себя ответственность за Порошенко. Это Меркель и Оланд. Вот они его и воспитывали. А поляки чего подсуятили с инициативой? Дело в том, что, во-первых, у поляков только что фактически сменился президент. И сейчас намечаются парламентские выборы. В связи с этим, по сути дела, парламентское большинство сегодня одно. А завтра должно смениться, ну не завтра, а после выборов. Должно смениться фактически той же самой партии право и справедливость, от которой сейчас у власти президент. Поэтому расхождение во взглядах у парламентского большинства, следовательного правительства и у президента на внешнюю политику, значит, может существовать. Кроме того, речь об изменении формата, от введения туда дополнительных, кстати, игроков, она ведется уже не первый раз, ведется явно с подачей Соединенных Штатов их младшими союзниками. Потому что первое, что попытались сделать Соединенные Штаты, это сами выйти в нормандский и в минский формат, их туда просто не пустили. Потому что Россия это объективно невыгодно. То есть и так по ту сторону стола сидит Порошенко, Меркель, Оландо. Но с этими хоть можно о чем-то разговаривать, с ними есть общие интересы, с Меркель, с Оландо. И можно находить какие-то точки соприкосновения, хоть они и так поддерживают Украину в ущерб России. Если по ту сторону стола окажутся еще и Соединенные Штаты, говорить будет не с кем и не о чем, они просто сорвут процесс переговоров. Соответственно, их в эти форматы не пустили. Но для того, чтобы усилить антирансийскую составляющую, начали возникать идеи введения туда чуть ли не Люксембурга, Лихтенштейна. Я понимаю, великие державы, без которых ничего в этом мире не происходит, и которые, главное, хорошо знают, где находится Украина. Они будут помогать решать украинский кризис. Появление в Швейцарии появлялось. Но Польша вообще всегда присутствует во всем, что касается Украины, потому что с точки зрения Варшавы это вообще польская земля. Я думаю, что это совершенно не имеющая перспективы и инициатива. Но почему бы не попробовать, особенно если старшие товарищи просят. Кстати, достаточно частный вопрос. Но все-таки известно, что футбольные фанаты, они не просто так существуют. И то, что они скандируют, то, что они делают, кем-то направляется. Нападение футбольных ультра с Киеви на польских дипломатов – это признак чего? Самодеятельности или это не самодеятельность, а какой-то шаг политический? Ну, видите, на уровне общественного осознания в Польше отношение к Украине за последние полтора года резко поменялось к худшему. Потому что на Украине идет откровенная бандализация, а поляки прекрасно помнят, что у них после немецких фашистов бандеровцы – второй главный враг. Может быть, даже первый. Поэтому немецкие фашисты, в принципе, убивали граждан Польши, но преимущественно евреев, а украинские фашисты убивали преимущественно поляков. Поэтому это не первый случай, когда возникают проблемы между простыми польскими гражданами и простыми украинскими гражданами. Я напомню, что когда-то поляки не пустили к себе под давлением общественности именно велопробег в поддержку УПА. Кстати, польские фанаты тоже скандировали в Киеве антибандеровские кричалки и тоже дрались с какими-то украинскими фанатами. Потом у них разные версии, кто кого побил, но во всяком случае столкновения тоже были. Поэтому, естественно, постепенно происходит процесс обострения общественных отношений. Это, естественно, затрудняет и политикам работу, скажем, польским по поддержке Украины. Потому что сейчас даже в польском политике далеко не такая однозначная позиция по поводу Украины, которая декларировалась в свое время Радославом Секорским, когда он был министром иностранных дел Польши. Естественно, на Польшу тоже давит их старший партнер, Соединенные Штаты. И, естественно, они будут продолжать проводить вот эту вот проукраинскую линию, потому что поляки, товарищи амбициозные, они видят себя в Евросоюзе таким же центром силы, как Франция и Германия. Но собственных сил у них на это не хватает. И они могут быть величиной в ЕС только до тех пор, пока их поддерживают Соединенные Штаты. Соединенные Штаты их поддерживают, понятно, при условии, что поляки проводят политику интересную Соединенным Штатам. Они несут какую-то отсебятину. Поэтому далеко они, кстати, от поддержки Украины оторваться не смогут. Но, тем не менее, их официальная позиция будет корректироваться в сторону конструктивизма. Просто под давлением собственных граждан, собственных избирателей, потому что никуда они от этого не денутся. То есть такой объективный процесс, и экономика тоже объективное явление. Вот правительство Украины в пятницу, завтра, проведет публичный отчет о своей деятельности. Накануне Яценюк заявил, что финансовая ситуация на Украине достаточно стабильная, есть подушка, дескать, финансовые ресурсы, чтобы развивать Украину, удерживать якобы стабильность. Вот что это такое? Пыль в глаза? Или действительно у них есть какие-то ресурсы, на Ваш взгляд? Какова экономическая ситуация на Украине сейчас? По отчетам Госкомстата, с момента прихода к власти нынешнего режима, падение ВВП составляет уже порядка полутора десятков процентов. Полутора десятков. За прошлый год плюс за начало этого. По отдельным отраслям падение доходит до 40 и более процентов. Подчеркиваю, это официальная государственная статистика, то есть всегда, как правило, она бывает несколько лучше, чем реальность. Опять же, по официальной государственной статистике, только в текущем году Украина потеряла полтора миллиона рабочих мест. В прошлом году еще примерно столько. Но с учетом общего количества официально работающих, это порядка трети или четверти всех рабочих мест на Украине. То есть понятно, что растет безработица. И понятно, что даже те рабочие места, которые остались в этих условиях, как минимум доход не растет и скорее даже сокращается. Потому что если за дверью стоит толпа безработных, то можно минимизировать расходы на свой собственный персонал, на своих собственных сотрудников. Предприятия просто закрываются. Если фактически прекращает работу такой гигант, как Южмаш, если фактически на грани закрытия находится завод Антонова, если практически потерял заказы и находится, ну если не на грани закрытия, то на переход в турбину на сковородке, Харьковский Турбоатом, все остальные предприятия. Причем там уже прошли сокращения, которые в совокупности составляют уже сотни тысяч человек. Ну я имею ввиду не по одному предприятию, а по украинской промышленности в целом. Естественно, когда люди прекращают получать зарплату, они прекращают ходить в рестораны, они прекращают ходить в кино, денег хватает уже только на выживание. Значит, соответственно, начинает закрываться и заканчиваться весь этот малый и средний бизнес, который содержал какие-то заведения общепита, какие-то небольшие магазинчики и так далее. Это просто потому, что народ начинает меньше покупать, больше экономить. Вот это следующая волна начинается. Потом в условиях кризиса, естественно, те же самые олигархи или просто богатые люди начинают оптимизировать свои расходы. Если раньше содержать какое-то следствие массовой информации было так же модно, как иметь любовницу, то на любовницу, наверное, деньги-то еще останутся, а вот непрофильные активы всегда начинают сокращать. Поскольку средства массовой информации непосредственные прибыли не приносят, наоборот, проекты исключительно инвестиционные, то, соответственно, люди, которые не играют в политику, где СМИ нужны, и где они хоть и являются расходной статьей, но в результате все-таки дают больше бонусов, чем требуют расходов. Эти люди просто будут подобного рода активы сбрасывать. То есть, конечно, какие-то крупные СМИ останутся, может быть, даже им будет выгоднее, потому что они монополизируют рынок. Но все мелкое и среднее закрывается, 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 закрывается. Это дополнительные сотни тысячи безработных. То есть, фактически, на сегодня экономика Украины умерла как таковая. Золотовалютные резервы правительство, по сути дела, потратило еще в прошлом году. Живет Украина в долг все время, и достаточно просто прекратить, перечислять транш МВФ, и страна на следующий же день окажется, по сути дела, в состоянии даже не дефолта, то, что само собой, но полного отсутствия денег на расходы даже по поддержанию государства. При этом надо еще учесть, что значительная часть того, что выделяется, просто разворовывается самой же властью. Поэтому сегодня говорить не то, что на какой-то подушке безопасности в украинской экономике, говорить о том, что существует украинская экономика, вообще-то это слишком большой оптимизм. Если там есть какая-то подушка, то это подушка, которую душат они, на которой спят. И тем более еще и на армию, эту стотысячную армию надо кормить, на нее надо средства выделять. Ну, стотысячная только та, которая в Донбассе, потому что на самом деле сейчас уже армия, по сути дела, за 250 тысяч на Украине, а со всеми остальными силовыми структурами, так уже за 600. Вся рта целая. И вот 24 августа на фоне всего этого Украина заявила о приостановке импорта электроэнергии из России. Как она собирается готовиться к зиме? И газ не закачивает. То есть, электроэнергию пристает закупать, газ не закачивает подземные хранилища. Что это значит? Дело в том, что прошлую зиму Украина пережила в результате конструктивной позиции Европейского Союза, который обнаружил, что вот сейчас, в связи с тем, что Украина не договорилась о поставках газа, Россия просто закроет газ Украине, а Украина, соответственно, будет из трубы отбирать для своих нужд европейский газ. В результате чего в Европейском Союзе начнутся проблемы. И тогда ЕС, по сути дела, на трехсторонних переговорах договорился о том, что там подрастные благовидные предлогами, в некоторых случаях при помощи, в скрытой форме финансируют. По сути дела, Европейский Союз профинансирует украинские закупки газа. Тогда Европейский Союз заплатил 2 миллиарда за Украину долларов за поставки газа зимой, и 3 миллиарда вернул долг Газпрому предыдущий. То есть, по сути дела, на пустом месте Газпром заработал 5 миллиардов от Европейского Союза для того, чтобы через Украину туда пропускали газ. Этой зимой, я так понимаю, на украинское правительство надавили его американские партнеры, которым хочется все-таки, чтобы поставки газа прекратились. И украинское руководство пока что, по крайней мере, ни на какой конструктивизм, даже при европейском последничестве, никак не соглашается. То есть, оно упирается, значит, и говорит, нет, и все. Либо там давайте бесплатно, либо покупать вообще не будем. Ну, правда, у него и денег-то на это дело нету. Ну, тем не менее, значит, какие-то выходы оно все равно не ищет. Но дело в том, что с учетом прошлой зимы учли и в Европейском Союзе. Например, все это лето Германия закупала в России газа ежемесячно процентов на 10-15 больше, именно для того, чтобы заполнить газохранение на своей территории, чтобы в какой-то степени меньше зависеть от украинского транзита в течение этой зимы. Там Северный поток-2 еще не достроен, да? Вот Северный поток-1. По инициативе Германия в обход санкций и в обход решений по третьему аналогу по крикету ЕС загрузили полностью, для того, чтобы запастись газом. То есть, у Европейского Союза тоже появилась как раз определенная подушка безопасности, ну, по крайней мере, у тех, кто в Европейском Союзе решает, что делать дальше. Для того, чтобы пожать плечами и посмотреть, ну, дать возможность Украине побарахтаться. Поэтому сейчас все просто сидят и ждут, как они будут выпутываться из этого положения, в которое себя загнали. Угля нет, газа нет, с электроэнергией тоже проблем, хотя бы потому, что значительная часть вырабатывалась на ТЭЦ, большая часть, да? И если их нечем топить, то, соответственно, нет электроэнергии. А единственный невозобновляемый ресурс – это время. И время-то идет, часы тикают. Через каких-то там месяц-полтора будет уже просто поздно даже закупать самый газ. Просто физически не успеют нужные объемы прийти на Украину. Это же не целлофановый кулек с конфетами, которые взял там себе, принес и положил на стол. Поэтому, ну, в общем-то, украинское правительство играет в очень опасную игру. Кстати, вот это вот мы сейчас говорим с вами о краткосрочном варианте развития событий. А как вы можете прокомментировать в этом контексте предложение Порошенко вместо Южного потока, вместо Турецкого потока наладить Белорусский поток? То есть, дополнительные мощности ввести по территории, провести Белоруссии, там сделать трудопровод Европу в обход Украины? Дело в том, что предложение по строительству второй линии Ямал-Европа Россия вносила, еще дай бог памяти, лет 10 назад. И тогда оно было заблокировано Польшей в рамках поддержки, кстати, украинской трубопроводной системы, чтобы ничего в обходе Украины не строилось. Тогда возникли северные потоки, южные потоки, которые позволяют обойти всех, и Украину, и Польшу, и кого угодно, и выйти прямо в точку назначения. В начале, в Киеве точно, не знаю, как там, в Варшаве, но в Киеве точно долго не верили, что что-то будет построено. И северный поток уже заканчивали строить, а на Украине и политики, и эксперты в один голос говорили, что это никогда он не заработает. Потом, когда обнаружили, что газ все-таки по нему пошел, первые схватили за голову поляки, которые сказали, слушайте, ребята, мы отказались от второй ветки, фактически отказались от доходов за транзит дополнительных, который пошел через польскую территорию. В результате газ все равно идет вокруг нас, мы с этого дела ничего не имеем, только неприятности. И, в общем-то, уже 4-5 лет назад поляки, кстати, при помощи, при активном участии белорусов пытались вернуться к теме второй линии газопровода «Ямал-Европа». Но так и не договорились, поскольку были другие проекты. Вполне возможно, что сейчас им даже пытаются Порошенко подыграть, потому что с тем же самым Соединенным Штатом все равно кто будет блокировать российско-европейскую трубу? Варшава, Киев. Другое дело, что в Варшаве это сложнее делать, потому что она является членом Европейского Союза, а Украина вроде бы как государство самостоятельно. Но, тем не менее, для Соединенных Штатов значительно лучше, если все равно уже понятно, что через украинскую трубопроводную систему ничего не пойдет. А, в общем-то, миллиард сказал, что после 2019 года никто не будет возобновлять контракты на транзит. Значит, то для Соединенных Штатов значительно лучше, чтобы дополнительные объемы пошли через Польшу, а не через Северный поток-2, не через Южный поток и так далее. Ну и понятно, что будет соответствующая мотивировка для проталкивания подобных решений. Значит, будут говорить, что от этого дешевле стоит построить по суше, и более экологично там. И Белоруссия братская. Да, значит, и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, значит, будут под это дело подпрягать и Беларусь, потому что у нее, в общем-то, тоже есть свои интересы. И Беларусь объективно выгодно, чтобы через ее территорию опять же шли дополнительные объемы газа в Европу. Ну, думаю, что вряд ли из этого что-то получится, потому что построить-то еще одну ветку теоретически можно. Но совершенно очевидно, что и российское правительство, и Газпром, во-первых, приняли курс на полную, так сказать, независимость от транзитных стран, почему и строятся морские газопроводы. Во-вторых, нет абсолютной уверенности, что через какое-то время Европе понадобятся вот эти огромные объемы газа. Кризис никто не отменял глобальный. В общем-то, Европа находится под серьезным ударом. Сейчас производство стагнирует, но если не считать Германии, то по всей Европе практически идет падение производства. Это значит, что требуется просто меньше энергоносителей. Если наступит обвал кризиса, который все ждут, как говорят экономисты, ждут идеальный шторм, то закупки энергоносителей упадут резко. В первую очередь в Европе. Россия значительную часть своих газовых поставок сейчас переориентирует на Азию. Поскольку запасы газа в России все-таки не резиновые, то понятно, что если что-то уйдет в Азию, если что-то постоянно возрастает, а планы резкого наращивания поставок в Китай, даже через Иран и Пакистан в Индию и так далее, есть планы поставок в Японию газа, то, соответственно, если где-то прибывает, то где-то убывает. Тем более, если там, где убывает, и не очень-то надо. Поэтому я думаю, что сейчас на каком-то теоретическом уровне можно рассматривать идею второй нитки «Ямал-Европа», но вряд ли она будет в ближайшие годы рассматриваться серьезно, какой-то перспективный проект. Возвращаясь к Украине, наши зрители спрашивают, возможно ли в ближайшее время появление национально-освободительной армии Украины, которая сметет хунту, или это пока только мечты? Ну, если кто и сметет хунту, то скорее армия хунты. А, вот то самое, да, что вы говорили? Да, вот она тогда может быть национально-освободительной армией Украины. Ее могут смести, ну, если раньше можно было сказать, что ее сметут нацистские батальоны, да, которые были, в общем-то, какими-то добровольческими, то сейчас, поскольку все нацисты, по сути дела, инфильтрованы в силовые структуры, кто-то в армию, кто-то в МВД, кто-то в СБУ, то, по сути дела, украинское правительство могут смести его собственные силовые структуры, если оно утратит контроль над ситуацией. Что касается какой-то народно-освободительной армии Украины, да, то эта армия находится в Донецке и в Луганске, то есть в ДНР и в ЛНР. Ее ориентировочная численность, значит, по сообщениям оттуда, колеблется где-то в уровне 45-50 тысяч человек, плюс-минус еще 5 тысяч. Ну, даже если мы будем считать, что что-то там плохо считают, и оценим их тысяч в 60, то все равно это капля в море для всей Украины. То есть такая армия может начать наступление, но на относительно небольшую глубину. Потом им надо будет остановиться, надо будет подтянуть тылы, надо будет пополнить свою численность и так далее, и так далее, и так далее. То есть какого-то быстрого одномоментного захвата территории Украины вот ополчением предполагать нереально. Оно может относительно быстро организовать несколько наступлений, может занять дополнительную территорию, скажем, занять Харьков теоретически возможно, после чего наращивать численность, но предположительно захватит всю Украину вплоть до Львова, в течение какого-то ограниченного времени крайне тяжело. Предположить, что кто-то может организоваться и восстать сейчас на подконтрольных Киеву территориях тоже очень тяжело, потому что мы понимаем разницу между какими-то подпольной самодеятельностями или даже подпольным поддерживаемым извне и реальной народно-освободительной армией, которой надо воевать против регулярных сил, против сил полиции, которые тоже составляют около 300 тысяч человек, против спецслужб и так далее. То есть в рамках каких-то подпольных кружков или партизанских отрядов такую армию в короткое время тоже не создашь. Потому что ей тоже для того, чтобы это была какая-то сильная структура, нужны какие-то места базирования, ей откуда-то надо черпать технику, боеприпасы, ГСМ, пополняться людьми и так далее. Сегодня невозможно предположить, что раз партизаны освободили Кривой Рог и сидят там, армию создают, а в Киеве смотрят на это дело и никак не реагируют. Наверное, если где-то будет какое-то выступление, практически сразу же задавят силой. Поэтому предполагать, что в ближайшее время украинское правительство сметет какая-то национально-освободительная армия, наверное, было бы слишком оптимистично. То есть у украинского правительства есть все шансы пасть в ближайшее время, но именно под давлением собственных нацистов, а не под давлением, скажем, тех же самых ополченцев Донбасса. И в этом как раз состоит самая большая проблема, что если режим Порошенко рассыпается под давлением нацистов, то практически утрачивается контроль над всей территорией Украины, потому что у нацистов нет единого какого-то фюрера, у них много разных нацистских партий, много разных мелких гитлеров, чуть ли не слой в каждой области. Соответственно, они просто начнут создавать какие-то подконтрольные себе территории кормления, которые между собой тоже будут находиться в весьма неприязненных отношениях, но о какой-то государственной целостности на Украине придется вообще забыть полностью. А это самое страшное, что может в нынешней ситуации ожидать, допустим, в России и Европу. Потому что если с режимом Порошенко еще худо-бедно, как-то можно говорить, но он постоянно врет, да, он очень сильно зависим от Соединенных Штатов и так далее, он, по крайней мере, худо-бедно, но как-то контролирует всю территорию Украины, он понимает, чем ему может грозить любая его ошибка, и он старается как-то суетиться так, чтобы удовлетворять всех. Кого-то больше, как Соединенные Штаты, кого-то меньше, как Меркель с Ландом, ну, по крайней мере, значит, как-то выкручивается. С теми вообще говорить будет не о чем мы. И нет, ну, с ними можно будет говорить только силой. А тогда мы возвращаемся к той же самой проблеме, с которой начали. Да, территорию можно поставить под контроль, но это очень дорого стоит. Между тем, как недавно в Мариуполе произошло столкновение между Азовом и работниками военной прокуратуры. Не можете вы прокомментировать этот частный эпизод, но в контексте того, о чем мы говорим? Ну, а что это первое столкновение, что ли? По-моему, чуть ли не каждую неделю вот с самого переворота в 2014 году приходят сообщения о столкновениях между добровольцами регулярной армии, между добровольцами и силами МВД. Так, кстати, и между отдельными представителями регулярных вооруженных сил тоже происходят какие-то столкновения. Дело в том, что когда вся страна превращается, по сути дела, в банду, и на ее территории просто бродит огромное количество никем не контролируемых людей с никем не контролируемым оружием, то неважно, как они себя называют, регулярные войска, батальон Азовы и так далее, подобного рода столкновения с применением оружия тогда становятся неизбежными. Ведь чему учил Майдан? Если у тебя в руках автомат, то ты выдающийся политик, выдающийся экономист. Можешь решить любой вопрос. Понятно, что эта пропаганда была действована для совершенно маргинальных личностей, что в первую очередь как раз все эти добровольческие объединения и так далее, они и состояли из откровенных маргиналов. Да и сейчас более или менее адекватные слои населения, они, как правило, стараются избежать армии, а попадают туда в значительной степени слои маргинальные. Вот у них в руках оказывается оружие. И они начинают решать свои вопросы так, как привыкли. И так, как их научили по телевизору, начиная с 2013-2014 года. То есть путем перестрелок. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Инстинкт. Схватил автомат, стреляем. Примитивное восприятие. Они как говорят, ну меня же обидели. Ну вот я сам взял автомат. Да, действительно, что такое. Ну так и надо. Я порядок навожу в своей стороне. А вот, переходя снова к экономике, у нас слушатели спрашивают, зрители наши очень интересуются вопросом о судьбе гривны. Опять же, вот браурованные заявления Яценюка, которые заявили, что все хорошо, все чудесно. Что ждет гривну? Вы знаете, если следовать логике украинских властей, то гривне, кстати, ничего особого не грозит. Потому что между экономикой и гривной они выбрали гривну. Ну то есть дело в том, что в современном мире чисто техническими манипуляциями, значит, без особого напряжения, любое правительство, любой национальный банк может держать любой курс валют. В принципе, для российского, так сказать, центрального банка, да, только путем игры с объемами резервирования, с соответствующими указаниями банковской сферы, значит, не составит проблемы даже сделать там цену за рубль 10 долларов. Чисто теоретически. При желании этого можно добиться. Достаточно создать на рынке валютный голод и все. Ну то есть голод для собственной валюты, и цены на нее пойдут вверх. Но проблема в том, что тогда экономике будет не хватать денег, и, соответственно, экономика не будет развиваться, предприятия начнут закрываться и так далее. То есть таким образом просто можно убить собственную экономику, что успешно и сделало украинское правительство. То есть оно с целью не допустить инфляцию и гиперинфляцию, оно стабилизировало гривну в совершенно неадекватной стоимости. Оно ее держит. Держит чисто административными методами, значит, и опять-таки методами манипуляции со стороны Национального банка. Но экономики от этого становятся хуже, хуже и хуже. Ведь опять же, скажем, российское правительство дважды позволило рублю девальвировать. Девальвировать, не потому что оно, так сказать, зверски хочет поиздеваться над собственными бюджетниками, пенсионерами и так далее. Значит, просто стоимость национальной валюты должна соответствовать национальной экономике и защищать интересы национальной промышленности. Девальвированный рубль позволил увеличить экспорт. То есть он позволил развиваться национальному производителю. Если отыграть назад и сделать рубль, допустим, не по 10 долларов за рубль, а хотя бы по 30 рублей за доллар, соответственно, производить на территории России будет невыгодно. А выгодно будет завозить на территорию России товары и продавать. Тогда, значит, соответственно, выигрыш получает компардорская простой логика буржуазии, которая занимается просто торговлей, завозом товаров импортных на территорию государства, что, в общем-то, невыгодно ни стране, ни народу. Поэтому, поскольку на Украине вот эта легенда о том, что гривна должна быть стабильной, значит, она существует, наверное, с рождения гривны, и все правительства, включая правительство Азарова и остальные, носились с гривной как списанные торбы, все время ее старательно переоценивая, стараясь не допустить никаких колебаний курса, то я думаю, что правительство и дальше будет держать гривну в пределах, сколько она там сейчас, 22-25 лен за доллар, или 20, но... До разрушая реальный сектор. Да, но при этом экономику она будет убивать окончательно. То есть, что толку в том, что у вас там гривна по 20 долларов или доллар по 20 гривен, если у вас нет ни гривен, ни долларов, и вам их негде заработать? Ну, получается, у нас Яценюк — это такой украинский кудрин. Переходя снова к теме той социальной шизофрении, которая творится на Украине, хочется задать такой вопрос. Вот сейчас, в день так называемой незалежности, в Крыму, в российском кругу были отмечены, ну, не то чтобы массовые, но достаточно частые выходки украинских националистов, чуть ли не представителей того самого Азова, которые фотографировались, повторюсь, в российском Крыму с разного рода нацистской, украинской атрибутикой. Вот что это такое? Это какое-то спонтанное явление, или это какое-то провокационное действие, заранее продуманное? Я думаю, что это откровенно глупость соответствующих отдыхающих и недоработка российских правоохранительных органов. Потому что, в принципе, статья за пропаганду нацизма существует, ее никто не отменял. И для того, чтобы не допускать таких выходок в дальнейшем, ее надо просто применять. Здесь, конечно, абсолютно верно. И вот еще в этой же связи вопрос о регистрации украинской националистической самообороны, Украинской национальной ассамблеи на УНСО. Она зарегистрирована украинским Минюстом, как политическая партия, примет участие в местных выборах. Вот фактически легитимизированы еще одни нацисты. А чего еще ждать в ходе подготовки к октябрьским выборам на Украине? Ну, смотрите, как я уже говорил, в принципе, нацисты. Они могут составить серьезную конкуренцию украинской статусной элите в случае, если они выступят единым фронтом. Это был бы кошмар, страшный сон любого украинского руководителя. Но фюреров много и нацистских партий много. Это НСДАП в Германии была одна, а всех остальных поглотили еще на этапе подготовительном. И фюрер там был один, а кому не нравилось, тех перестреляли. А на Украине есть там правый сектор, во главе которого стоит Ярош. Но правый сектор состоит тоже из нескольких каких-то разнородных нацистских организаций, каждая из которых свой фюрер. Помимо правого сектора есть та же самая УНАУНСО со своими руководителями. Дальше есть там всякие патриоты Украины и так далее. Есть партия Свобода, такая же нацистская партия со своим текстом боком. Есть такое полуопереточное братство Корчинского, которое тоже работает на том же поле, что и нацистские партии. И в принципе работают с тем же электоратом. Вот когда их много, власти могут относительно спокойно себя чувствовать, потому что одни соберут 2% голосов, другие 3% голосов. Но можно будет выходить, разводить руками и говорить, слушайте, какие у нас нацисты. Да посмотрите, за них же никто не голосует. Их же вообще и нету, не видно. То есть хаотизация политического поля. И самое главное, что и для властей, одни в таком раздробленном состоянии не будут представлять серьезную политическую опасность. Военную будут. А политическую, то есть создать серьезную фракцию в любом государственном органе, хоть в Верховной Раде, хоть в местных советах, они смогут только с благословления Киева. И соответственно они все должны будут ходить, договариваться с тем же самым Порошенко, о чем он и пытается добиться. Ростислав, наш прямой эфир подходит к концу. И в качестве резюме, ваш прогноз на ближайшее время, какие события вы ожидаете в краткосрочной перспективе на территории Украины, ну и в России, естественно, в общем, в том политическом поле, который нас с вами интересует? Ну, я думаю, что как минимум до середины, то и до конца сентября будет сохраняться высокая опасность активизации боевых действий в Донбассе с невиданным до сих пор уровнем эскалации. Я понимаю, что в этом направлении будут работать, активно будут работать Соединенные Штаты. Я не вижу никаких возможностей и шансов у украинского правительства удержаться фактически от начала боевых действий. Я бы не исключал достаточно высокую вероятность вооруженных выступлений против действующей украинской власти, но не со стороны антифашистских сил, а именно со стороны нацистов, которые будут чем дальше, тем больше обвинять в предательстве и так далее. И какие-то неорганизованные, но достаточно серьезные выступления произойти могут. Потому что на уровне организационном, то есть на уровне своих лидеров, они безусловно подчиняются тому же самому посольству Соединенных Штатов, которое не будет стимулировать подобные действия. Но лидеры уже плохо контролируют массовку. Массовка может себе позволить подобного рода ситуации, как была в Мукачево, но уже в более крупном масштабе и с политическими лозунгами. Опять же, я думаю, что эти выступления будут для украинского правительства преодолимы, но в политике ничего точно предсказать нельзя, потому что иногда толкнули камешек, а с горы посыпался камнепад. Вот это вот две позиции, которые, я думаю, в течение ближайших месяца-полутора представляют опасность с точки зрения того, что происходит на Украине. А если говорить о действиях российских властей, то они будут продолжать идти по двум направлениям. То есть, с одной стороны, стараться путем мирных переговоров в развитии самого Минского процесса затянуть этот процесс ни мира, ни войны, когда Соединенные Штаты вынуждены бестолку тратиться на содержание Украины. С другой стороны, они будут идти по пути дальнейшей интеграции Донбасса, потому что уже сейчас речь идет о том, что после фактического введения рублевой зоны и переориентации его экономики на Россию начинается или ждут начала паспортизации, а последние два дня начались активные разговоры о возможности проведения уже в ноябре месяце после местных выборов референдума о присоединении к России. Но, как правило, просто так на пустом месте через полтора года после существования Донбасса подобного рода беседы не начинаются. То есть, два направления. Попытка продолжить вот эту вот вязкую политику на Украине и с параллельным все большим интегрированием освобожденных территорий фактически в состав России. Ну, может быть, не де юре, но де факто. Спасибо большое, Ростислав, от лица зрителей ДНТВ вам за откровенные и глубокие ответы на вопросы.